Как изменилась жизнь крымчан за год, какие проблемы остались нерешенными и чего ждут жители республики в новых российских реалиях? Об этом говорили руководители Крыма и журналисты ведущих отечественных СМИ в формате видеомоста «Симферополь-Москва». Его посвятили теме воссоединения полуострова с Россией. Как вы оцениваете спустя год степень взаимодействия между крымскими и федеральными органами власти? Налажены ли в конце концов коммуникации и взаимопонимания? И слышат ли нас? Получается ли согласовать вопросы законотворчества? И многое ли бы хотелось поменять или упростить? К сегодняшним спикерам вопросов у журналистов накопилось немало. Из Москвы на них отвечают главные участники «Крымской весны» Сергей Аксенов и Владимир Константинов. Руководители республики рассказывают о том, какое содействие федеральная власть оказывает двум новым российским субъектам – Крыму и Севастополю. С такой поддержкой и таким настроем, говорит Сергей Аксенов, любые сложности преодолеть реально. Нас слышат. Желание помогать нам со стороны руководства, со стороны первых лиц есть без исключения. Вот сегодня даже, могу сказать, Министерство обороны выполняет в мирное время помощь, в том числе по прокладке водовода на территории республики Сергею Кужгетовичу Шойгу. Огромная благодарность. И за то, что он сделал во время «Крымской весны» огромная благодарность министру обороны. И за то, что сегодня армия даже в мирное время оказывает нам содействие в части выполнения работ по прокладке труб для подачи воды в Северокрымский канал. Неоценимо для Крыма и помощь российских регионов. Оттуда на полуостров уже поступило порядка трех миллиардов рублей. Это не считая гуманитарную поддержку в виде лекарств, книг, машин и прочего. Количество заново отстроенных объектов в районах полуострова превышает сотни. В их числе детские сады, школы, дороги, водопроводы. Уже устанавливаются нормальные рабочие отношения наших муниципалитетов с регионами Российской Федерации. Это уже переходит в нечто большее, чем просто помощь. Они уже создают совместные предприятия и надеются на какие-то инвестиции в Крым. Поэтому этот процесс очень важный. Это ускорит интеграцию Крыма. Немало вопросов прозвучало и по поводу транспортного сообщения с Крымом. Как добраться до полуострова, чуть ли не самый актуальный из них. Глава республики Сергей Аксенов рассказал, сейчас обсуждается вопрос приобретения дополнительных паромов за счет бюджета. Что касается авиасообщения, уже этим летом аэропорт Симферополь будет принимать до 200 рейсов в день. Это рекордная цифра, которую в последний раз фиксировали еще пресс СССР. Дополнительно 13 тысяч квадратов будет введено в эксплуатацию площадей. В аэропорту? В аэропорту Симферополь, да, несомненно. Причем без бюджетных денег аэропорт за счет заработанных средств в сезон строит самостоятельно новые терминалы. И ремонтируется полоса ежедневно, каждую ночь. Компания, которая обслуживает аэропор Шереметьево, в том числе проводит работу по ремонту полосы. Затронули на пресс-конференции вопросы, касающиеся крымских татар. По мнению Владимира Константинова, сейчас на полуострове не может быть никаких межнациональных конфликтов. Ведь период, когда отдельные члены нелегитимного этнического парламента пытались столкнуть лбами крымчан, преследуя корыстные цели, остался в украинском прошлом. Сегодня пришли совершенно другие силы, новые силы. Они еще формируются. И этот процесс, он только в самом начале. Главная их задача – это уже построение нового российского Крыма. Мы строить его хотим вместе с крымскими татарами. Мы не видим себя без них. Мы видим только вместе. У нас 130 народов и национальностей в Крыму. Все живут в мире и согласие. Это наша уникальность, это наш колорит крымский. И поэтому мы хотим его сохранить и развивать. Приоритетной задачей для крымской власти остается и освоение субвенций с федерального бюджета. Глава республики подчеркнул – объем работы колоссальный, плюс переходный период. А потому этап освоения будет продлен. Елена Бережна, Андрей Трещук. Время новостей.